Сегодня хочу повезти вас на гору, я бы так сказал, на гору святости. И пойдем мы снизу вверх. Давайте мы откроем вторознакомие, пятую главу. Где десять заповедей там начинаются? Макс, ты там открываешь? Сейчас нет. Шестого. Я бы мог сейчас опять провести экзамен, для того, чтобы вы, ну, как бы, вот, тест такой. Один из моих любимых тестов, когда я спрашиваю, кто помнит десять заповедей. Как вы думаете, что люди начинают отвечать? Не убей, не кради, не прелюбодейся. Да? Из десяти помним три-четыре. Потом, когда напрягаемся, еще помним три. А первый не помним. Практически никто не помнит первую заповедь. Вообще, как она звучит. И вот в этом и заключается, в принципе, часто наше понимание и наше отношение с Богом. Это как такая лакмусовая бумажка, да? Помните, что такое лакмусовая бумажка? Она как проявляет, она как показывает, да? Это тест такой, да? Маквамури. Что приходит тебе на ум? Как ты представляешь себе отношение с Богом? И вот десять заповедей, да? Бог дал, и мы можем сейчас сказать, ну, десять заповедей, закон. Сейчас у нас уже есть новый завет. Но вы знаете, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. И Бог, Он и в законе тот же Бог. Просто закон это, ну, как бы, первичная такая, план, ну, как бы, часть плана Божьего, да, для того, чтобы людей к себе привести. Ему нужно было с чего-то начать. Ему нужно было как-то себя начать открывать, как-то людям открывать глаза на истину и на суть. И вот десять заповедей – это формулировка того, что Бог хочет, как люди жили, для чего они созданы. Не только жили даже, но и думали. То есть, как бы, здесь, ну, вот в эти десять заповедей Он включил, как бы, все. Если человек сможет жить вот в этих десяти заповедях, то все хорошо. Этот человек будет под благословением, он будет спасен, он будет с Богом. Но что мы видим, да, что человек не смог это исполнить. Но эти десять заповедей, они продолжают иметь место быть. Для того, чтобы нам размышлять, что происходит, как происходит, что человек не смог исполнить. И давайте мы прочитаем сначала. Второзаконие, пятая глава, с шестого стиха. Я, Господь, Бог Твой, Который выбил Тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у Тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумиры, никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я, Господь, Бог Твой, Бог Ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. И творящим милость до тысячи родов, любящих меня, и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно. Ибо не оставит Господь Бог без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал Тебе Господь Бог Твой. Шесть дней работай и делай всякие дела, а день седьмой – суббота Господу Богу Твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя, ни раб Твой, ни раба Твоя, ни вол Твой, ни осел Твой, ни всякий скот Твой, ни пришелец Твой, который у Тебя, чтобы отдохнул раб Твой, и раба Твоя, как и Ты. И помни, что Ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог Твой вывел Тебя оттуда рукою крепкую и мышцу высокую, потому и ввел Тебя Господь Бог Твой соблюдать день субботний. Почитай отца Твоего и матерь Твою, как повелел Тебе Господь Бог Твой, чтобы продлились дни Твои и чтобы хорошо Тебе было на той земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не гради, не произноси ложного свидетельства на ближнего Твоего, не желай жены ближнего Твоего и не желай дома ближнего Твоего, ни поли Его, ни раба Его, ни рабы Его, ни вала Его, ни осла Его, ни всего, что есть у ближнего Твоего. Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе и среде огня. Облако и мрак огромогласно и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. Это Моисей говорит. Вот. Мы прочитали еще раз, да, Десять заповедей, еще раз освежили в памяти. Так о чем же я хочу сегодня говорить? Вот у меня пришла такая мысль, что я замечаю, как люди, они любят грехи, как, градуировать. Одни лучше, другие вообще плохие и так далее. И, как бы, под это подгонять собственную жизнь. Ну, не такой уж я и плохой, да. Как помните, один фарисей молился, да, Господи, спасибо за то, что я не такой, как этот мытарь, даю десятину, пощусь два раза в неделю и так далее, да. И написано, что пошел домой тот, а тот просто говорил, Господи, прости меня грешного, да. И вот это вот понимание, да, того, в чем заключается наша греховность, в первую очередь. В плотских ли грехах или в нашем таком сердце, которое, ну, вот думает не совсем правильно, не по тому образу, по которому Бог нам открывает. И для того, чтобы вот это объяснить, я сегодня хотел по этим заповедям пройти не сверху вниз, как они давались, а подняться снизу вверх, потому что вот Бог, Он давал это на горе, Он с горы, да, Он как бы... И вообще христианское откровение, причем библейское откровение Бога, это вот, как я уже однажды говорил, и говорил Егор Владимирович, да, то есть как богословы это называют, что христианство это откровение Бога человеку. То есть это сам Бог решил своим решением открыться, открыть себя человеку, да. Это не попытка человека познать Бога, потому что язычество это попытка человека познать Бога. Через рассматривание творений, через вот какое-то размышление, там, духоманию, вот, ну, умозаключение, вот, та же философия, она пытается, вот он, здесь философ у меня нарисован, в таких розовых очках, вот, пытается объяснить бытие, да, существование человека. А христианство, в отличие от всех остальных, и религий, и вообще философии, мировоззрения и так далее, вот это ее ключевая особенность, что это откровение. Откровение. Бог открывается. Бог решил открыться. Это Его воля открыться. Это Он решает. Это Он Бог, понимаете? Он более меньшему какому-то вот существу решил открыться. Вот попробуйте открыться муравью. Попробуйте муравью объяснить, что Вы человек Царь природы. Как? Легкая задача, нет? Вот, представляете, между нами и муравьем больше общего, ну, как бы, ну, как бы, потому что мы, у нас потрогать можно обоих хотя бы, да, на нас посмотреть там можно. И, а как Богу, который все сотворил, Он, мы Вселенную не можем вместить в свой разум, правильно? Как это так, вот эти вот миллиарды, триллионы световых лет, и вот эти звезды, которые, половина которых мы видим, это не звезды. Вы знаете это или нет? Что это галактики. Вот одна галактика, вот наша, например, галактика, это, я не знаю, триллионы или миллиарды звезд вот этих вот. Но на очень далеком расстоянии она смотрится как вот такой пучочек, как одна звезда. Понимаете? И это уже учеными доказано, что вот половина мы видим, это звезды нашей галактики, это примерно Солнце там, да, вот, ну, что-то горячее, принадлежащее. А другая половина, которую мы видим, это галактики, которые мы видим из своей маленькой галактики, которые там также галактики. Вот вы представляете, что такое космос вообще? А Бог, Он сотворил космос. И тогда вот этот Бог, Он хочет открыться вот этому муравью, который живет на планете Земля, вот, среди вот этих вот всех галактик. Трудная задача у Бога, правильно или нет? Вот. И Бог открывается, да? И вот Он открывается, и вот Он в десяти заповедях открывается нам. Да, да, что, да, нам нужно делать, как нам нужно жить. Вот Он подумал-подумал, и думает, ну, вот, чтобы не так, ну, ну, как, неправильно так говорить, Бог подумал-подумал, да? Ну, вот, сформулировал Он, уложился Он в десять заповедей, да, для того, чтобы нам как-то объяснить. И нам очень важно, ну, как бы, это тоже все изучить. Потому что, вот, что у нас есть сейчас в отличие от народа израильского с вами? Вот им просто Бог, Он открылся. Вот они пережили вот это вот присутствие, гору, Египет там разрушился весь у них, да, на глазах. Море открывалось, то есть они пережили, вот они шли, они находились в том времени, и Бог там действовал, и у них не было сомнений, что Бог действует, что Бог сильнее всех остальных богов. И они вот это вот все, как бы, поняли. Но потом вот этот вот сильный-сильный могучий Бог взял и дал им две таких каменных штучки. И сказал, все, вам, в принципе, вот достаточно, вот, для того, чтобы все было хорошо. Ну, это не был его план, потому что его план был в чем, да, что зайдите ко мне все сюда, да, все, ну, поднимитесь ко мне. И народ сказал, нет-нет-нет, мы не пойдем. То есть, как бы, Бог сразу показывает, что у Бога с Моисеем были отношения, да, и скрижали они были написаны, там, не для Моисея, потому что Моисей через отношения все это соблюдал. Он этим жил, вот. Но для народа нужно было что-то дать. И вот были даны эти десять заповедей, да, для того, чтобы людям направить, как людям жить. И вот люди жить так не смогли, да. И я говорю, что как, в чем разница сейчас между нами и евреями, да, вот мы же тоже слышим эти десять заповедей, слушаем об этих принципах, да. Ну, разница заключается в том, что мы видим, что с ними произошло. У нас есть наглядный пример того, как люди пытались исполнять, как люди исполняли, не исполняли, как они верили, как они не верили, как они роптали, как они каялись опять, да, как они опять уходили в грех, потом опять каялись, потом опять уходили, да. И мы вот, ну, видим. И понимаете, мы уже сейчас находимся с вами на другой. Вот к ним они не видели никого перед собой. К ним нельзя было, так сказать, мы выживут, все видели. Они тут только переживали. Они шли, они протаптывали эту тропинку. Нам Бог приготовил лучшее. Мы видим, что с ними произошло. Написано в Библии, что это все описано для нас, для нас, как образы, для того, чтобы нам не сделать тех ошибок, которые сделали они и сделать правильные выводы. Вот, поэтому мы сегодня пройдемся вот именно как бы снизу вверх. Я постараюсь как-то ускорить это, для того, чтобы не потерять главную мысль. Ну, основная мысль сегодняшнего как бы собрания, это то, что понять, что, первое, что Бог, это Бог. И заповеди дал Он. И заповедь, ну, и жизнь нам как бы диктует Он. Он автор. Он законодатель. Он творец. Не мы. Не мы решаем, что для нас хорошо и что для нас плохо. А Он это дал. Понимаете? И если Он сказал, не убей, не кради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, то вот у Якова написано в послании. Он говорит, вот дайте мы прочитаем. Это вот одна из первых мыслей, которую мне хочется сегодня оставить и довести ее тоже до конца не потерять. Потому что нам придется говорить о многом, и о субботе, и о почитании родителей. Да, но я бы хотел сохранить такой вот сегодня, ну, момент движения такого, да, и как бы вот цели, да, для чего мы это делаем. Потому что мы не просто рассматриваем 10 заповедей и об этом размышляем, а мы пытаемся подняться с вами на гору святости. На гору правильной жизни перед Богом. Что это значит вообще святость? Кто взойдет на гору Господню? Что это вот означает для человека? И в Якову вот первое написано, вторая глава. Кто, с 10 стиха, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Понимаете? И это принцип. Это, как бы, понимание целостности Бога. Мы не вправе, ну, как бы, сами для себя решить. Я вот, ну, я как бы столкнулся с этим, ну, с ребятами в центре, например, да. Я вижу, как они, ну, как мы разговаривали, я вижу, как они думают. Что для них, например, да, там, вот есть, понятно, там, бить, воровать, это прям грех, это вот, да, наркотики употреблять, да. А вот сожительствовать с девушкой, как бы, и блуд, да, так сказать. Ну, мы же, мы же, я же мужчина, я же человек, у меня же природа. Но нужно понять, что это Бог сказал. Если Бог сказал и Бог так создал, то это блуд, то это то же самое, что и убийство, и воровство, и лжесвидетельство. И так, и в обратном порядке, и в любом порядке это все вот так вот, ну, применяется. И это нужно понять, нужно, как бы, ну, определиться, если ты христианин, то ты слушаешь полное мнение Бога. То ты не слушаешь мнение Бога, которое тебе устраивает, с которым ты согласен, а остальное какое-то мнение Бога, ты, вот, ты чуть-чуть с Ним не согласен, и ты вот это оставляешь на собственное какое-то рассмотрение, я там потом подумаю, потом посмотрю. Понимаете, вот это я сейчас, как бы, такой крайний пример привел, да, потому что, ну, но если мы начнем подниматься сейчас выше на гору, то вы увидите, насколько мы действительно вот грехи, греховность разградуировали, и не понимаем суть вообще святости и того, как человек должен жить. Потому что вот это вот, ну, если мы так скажем, вот это вот подножье этой горы, это как раз и есть вот эти вот, не убей, не кради, не прелюбодействуй. То, что, то, где, как бы, люди соприкасаются друг с другом, то, что касается заповедей таких человеческих, да, но для нас они стали таким вот прям, часто вот, критерием христианства, да, не курю, не бью, матом не ругаю все. А что же дальше там? Как же там, а как это все давалось на самом деле, да, потому что Бог спускался, правильно ли, да, Бог сверху это дает, и, ну, просто мы начинаем подниматься снизу, понимаете или нет? Мы начинаем, вот, практиковать это снизу, и кто-то, вот, ну, просто остается в своих отношениях с Богом, вот в этом низу, вот в этом, в принципе, таком, ну, человеческом, да, как бы, вот, святости такой, да, которая присуща человеку. Поэтому, и даже об остальных не задумываемся. Ну, давайте вот мы начнем сейчас, да, вот эти вот пять. Я вот, мне интересно, надо будет как-нибудь узнать, как они там распределялись, на одной скрижали какие, на другой скрижали какие. То, что по объему информации я вижу, что вот эти вот пять, они вообще, вот, вы заметили, да, сколько они стихов, мы сейчас читали, вот эти вот, не убей, не кратей, не плют, вот они вот столечко заняли, а все, что выше было написано, это огромный текст. Вот, и мне интересно, как они на скрижали были разбиты, потому что скрижали две было, да, вот, и какая у нас следующая заповедь, если мы поднимаемся вверх? Помните, нет? Есть, у нас где-нибудь и не написано. Ладно, не буду вас мучить. Пятая, снижу, а, нет, сверху пятая, да. Не убей. Нет. Я, все, я о заповедях, не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, я сегодня закончил говорить. Мы их, ну, вот, обсудили, то, что я хотел относительно них сказать, что, ну, и как это работает, что, ну, это Бог сказал. Это Бог сказал. Если Он сказал, вот как то, что мы прочитали, тот, кто сказал, не укради или не убей, тот же сказал и не прелюбодействуй. И поэтому придумывать этому какие-либо другие, ну, объяснения сказать, вот четыре меня устраивают, а пятую я вот эту вот, ну, оставлю, да, в себе. Я сам разберусь со своей личной жизнью. Нет. Твоя личная жизнь, это тоже Бог, понимаете? Это тоже Бог, который сказал, как человеку нужно жить. И, ну, вот так к этому нужно начать относиться. Понятно, что я понимаю, что есть люди, которые, ну, они вот так вот жили. И некоторые вещи быстро в порядок не приведешь. Поэтому у нас с вами есть Иисус Христос. Поэтому мы сегодня живем в Новом Завете. Поэтому Бог нас принимает такими, какие мы есть. Поэтому Иисус Христос был друг мытарем, грешником и, ну, различным. И проституток Он принимал, и они ему, ну, там, ноги она ему обливала и целовала, а его в это время критиковали. Если бы он знал, кто это прикасается к нему, если бы он был пророк, то он бы знал, что это за женщина, да? Вот. Поэтому мы, с одной стороны, должны, ну, как бы для себя это определить, и с другой стороны, вот, ну, понять, что есть грехи, оказывается, похуже, которые заметить намного труднее, и с которыми разобраться намного труднее. И они стоят вот там повыше. Понимаете? Вот то, что касается первых пяти заповедей. Мы сейчас как-то вот попробуем какие-то глубже опустимся, какие-то мельче, ну, вот, пятая заповедь почитает отца и мать, да? Мы ее так можем назвать такой переходной между Богом и человеком, потому что, да, если пять заповедей тех, про которых мы сейчас говорили, они отношения только с человеком, то здесь отец и мать, да? Бог наш тоже отец, и, как бы, здесь такие родственные взаимоотношения. И вот Иисус однажды укорил фарисеев, фарисеев, которые считали, что они, вот, Павел, он про себя, помните, говорит? Он говорит, по учению фарисей, по правде законной, непорочной. Вот фарисеи, они прям, как, ну, действительно, являли буквально вот это вот исполнение заповедей. Причем, ну, ближе, конечно, тех заповедей, которые внизу, потому что духовности им не хватало, да? И Иисус их вообще называл гробами, окрашенными, да? Что вы сами не входите и другим не даете. Надели на людей бремена неудобоносимые, а сами не можете пальцем пошевелить. Вот. И вот этим людям он однажды сказал, что вы, вот они там, у них была такая, наверное, традиция или еще что-то, они были настолько, жили жизнью, посвященной Богу, да? Как считали сами, жили ради этого, да? Ведь Павел, он действительно был искренне посвященным таким человеком. Но когда дело касалось родителей, они говорили «корвану» такое слово. Знаете, да? Или нет? Иисус говорит, вы говорите «корвану», то есть дар Богу то, чем бы ты мог от Меня пользоваться. И Он говорит, вы ради исполнения своих заповедей человеческих приступайте к заповеди Божьей, потому что Бог сказал «почитай отца и мать». И вот представьте, с одной стороны, это такое святое христианство, которая, да, вера такая, которая, ну, я служу Богу, я постоянно в церковь, я там, ну, как сейчас даже, ну, там. Вот я был в организации, которая вот именно таким образом направленно поступала внутри себя. И я уже могу это открыто и сказать, ну, как бы, потому что, ну, действительно так. То, что, как бы, ребятам, которым там нужно было тоже съездить, родителям послужить и так далее, как бы, больше прививалась такая мысль, что ты, скорее всего, ищешь чего-то своего, тебе нужно служить Богу и так далее. И люди, вот, ну, приняв вот таким образом вот такой взгляд это такое видение, как то, что ты от меня мог бы пользоваться, есть дар Богу, потому что Бог самый главный, правильно ли меня? Бог самый главный, служение Богу самое главное, там, и так далее. А еще Иисус же нас немножко запутал, да, Он же нам сказал однажды одному человеку, пускай мертвые хоронят своих мертвецов, да. Ну, и не то, чтобы Иисус что-то перепутал, да, просто нужно во всем разобраться, чего к чему, в каком контексте было сказано. Поэтому Иисус никогда не призывал не почитать своих родителей, это однозначно, да, а наоборот, Он укорял, да, вот этих вот людей. Поэтому почитание отца и матери, это, ну, вещь очень тонкая. Это не просто, знаете, я вот тоже такой пример у нас был в центре, его ребята знают, который звонил часто своей маме, вот, алло, мамуль, привет, ну, как у тебя дела? И вот сам, когда был дома, употреблял наркотики, забирал у нее деньги, ругался с ней, ну, как бы, а вот когда там он там в центре, и вот поговорить, ну, с мамой там, ты ему говоришь, ты из жизни меняй, ты в себя приходи, там, да, ну, а у него вот такие хорошие душевные отношения с мамой. Это не почитание тоже родителей. И поэтому мы, поэтому у нас вот слово вот это «почитай родителей», оно нас тоже немножко вводит в небольшое такое заблуждение, что, я говорю, почитание это только такое вежливое отношение. На самом деле настоящее почитание – это материальное почитание родителей, материальная забота о своих стареньких родителях. Вот это и есть основное заблуждение. И нет здесь никаких оправданий для того, чтобы это не делать. Понимаете? Ну, я помню сам, как бы, вот, я благодарен Богу, что он меня направлял в этом отношении. Я помню, вот, когда мама у меня начала говорить, что она хочет сделать ремонт, я помню ей говорил, что зачем тебе ремонт, ну, я бы встал так делать ремонт. Ну, нормальная квартира. Можно так сказать, знаете, вот, честно, вот так, доживаешь ты, как бы, вот, спокойненько и доживай спокойненько. Понимаете? Вот так мы думаем часто, на самом деле. То, что, понимаете, вот, ну, я действительно-то, то есть, я молодой, я тут на первом месте, моя жизнь, мне надо двигать, мне надо машины, квартиры там и так далее, мне надо. У нее есть, ты будь довольна тем, что я в порядке и, ну, как бы, вот. Зачем нам вот в эту грязь, в этот ремонт, вот это вот, входить вот в это вот. И на меня, помню, мама так посмотрела, и сказала, да, ну, ну, как вот, я все понял, я все понял, что я не прав, что, ну, как бы, она хочет пожить в красивом ремонте, и у нее, она человек, она живой человек, и она, ну, как, вот, у нее есть те же желания, как у меня. Если я хочу жить в красивом ремонте, я хочу, там, да, и она там, ну, часть своей молодой жизни она мне отдала, обо мне заботилась, меня там поднимала, там, и так далее, а я тут сейчас вот такой поднялся, у меня более-менее все нормально, и я ей так скажу, да радуйся, что я не колюсь и не бухаю, вот, вот радуйся вот это. Тонкая вещь, правильно или нет? Тонкая, вот, чтобы вот это вскрыть, чтобы вот это вскрыть тебе, внутри себя, ну, это нужно иметь, ну, как бы, что-то внутри большее, чем просто, ну, как бы, имеют люди обычно этого мира. Поэтому, вещь такая, мы начинаем подниматься на гору, правильно? Поэтому, это тоже, как, ну, я ребятам все время это говорю, ну, как бы, у меня есть такая мечта, чтобы вот, я видел, как, вот, в том месте, где мы были, я не то, чтобы судить хочу, я говорю, что люди этого не заметили, они не поняли, как они изменили Божью заповедь своими какими-то заповедями, да, что они, как бы, вот это вот процветание, там, церкви, общины, дела, как будто бы даже больше, Божьего поставили выше, чем Бог поставил эту заповедь, потому что эту заповедь Бог ставит над всеми заповедями, которые относятся к людям, человеческим. Все, там дальше уже мы выше идем, там только соотношение с Богом, там только вот, ну, какие-то вот уже внутренние вещи, а все, что касается твоей жизни здесь на земле, твоей физической, материальной жизни, это, вот это, она будет начинаться с нее, хочешь благословения своей жизни, иди быстрее, благослови своих родителей, почти своих родителей, у кого там они живы, у кого еще что-то, отрежь от себя какую-то вот эту вот часть и отдай, ну, как бы вот, ну, я про себя даже рад, что мне пришлось двойной ремонт сделать, потому что у меня папа и мама жили в разных квартирах, и там так же, вот вроде, и тоже была борьба, и да нормально теперь, телевизор у тебя есть, спорт ты смотришь каждый день, что вот, ну, и потом, когда я все-таки вот сделал отцу ремонт тоже, и я получил это благословение в свою жизнь, я почувствовал эту внутреннюю силу, эту радость от того, когда там к моему отцу, там приходят мужики, там в карты поиграть, там у них, как мой отец, он как, знаете, написано в Библии, что мудрый сын это радость для отца, и вот, ну, как бы, что ему есть чем похвалиться, что похвалиться не только какими-то там физическими вещами, да, или еще чем-то мирским таким, а действительно похвалиться сыном, который, ну, вот, почтил отца и сделал что-то красивое для него, пускай это очень, это было во времени растянуто, и я то начну, то перестану, и действительно иногда и ругались, и предъявлялась мне, ну, все-таки вот, в конце концов, нашел я эти силы, как бы собрался, доделал, и это все пришло на тот момент, вот, прежде чем, вот меня Бог начал звать в служение, вот в это вот, и мне нужно было вот эти вот вещи сделать, чтобы вот, потому что это, ну, очень важно для Бога, потому что через это сила, и это написано, что это первая заповедь с обетования, знаете, да, почитай отца и мать, ибо если хочешь, чтобы тебе было хорошо на этой земле, вот, и поэтому это очень важная вещь. Следующее, четвертое, кто помнит, что ли, или там написано? Субботу. Наблюдай день субботника. Это вообще самое длинное, самое-самое длинное заповедь с такими вставками, с такими объяснениями, что, представляете, это было написано на камнях, вот, ну, и места там было мало, и, ну, как бы нужно было все вместить, есть, есть вот, не кради, не убей, не прерывайся, все ясно. А здесь, ну, давайте прочитаем, есть там у нас текст? Может кто-то прочитать? Слушай, ну, или она там не полностью? Слушай, ну, или она там не субботник, чтобы все хранить его, как забыл его у тебя, Господь, Бог и Бог. Это все, что на гости, да? Слушай. А, ладно, я тогда... Слушай, ну, я не рожу, ты и делай все свои дела. Угу. А на седьмой суббота, Господь Бога твоему, не делай никакого дела, как и ты, и сэр твой, и прочтая, не раб твой, и раба твой, и оба твой, и особь твой, и вся сейси. Не пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твой, а как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкую и мышцу и высокую. Потому и повелел тебя, Господь Бог твой, соблюдать день субботника. Вот мы приходим еще в одну заповедь с вами. Еще начинаем подниматься выше, да? И здесь уже тоже не так все как бы конкретно. А как это исполнять? А как это вот все? Ну, действительно, вот, жить-то этим все. Ведь более главное, не кради, не прелюбодействуй, правильно или нет, не убивай. А здесь, оказывается, вот, почитает день субботний и, там, я не знаю, четыре стиха, по-моему, да? Да, четыре стиха. И один из них большой. Здесь даже про вола, про зла, про раба, и чтобы они отдохнули тоже. И я понимаю, что здесь уже, ну, на самом деле, ну, труднее ведь, это ведь, вот это вот исполнить. Ну, как это исполнить? Буквально это исполнить нужно или как? Вот есть люди, вот, евреи, да? Они буквально вот это вот все начинают исполнять. И я не хочу, как бы, здесь судить. Они просто действительно хотят, ну, они понимают важность этой субботы. Поэтому, да, вот у них есть, там, перекос уже в адеквате, да? Когда лифты у них, там, на кнопку нельзя нажимать. Это считается работой. И, знаете, да, есть лифты у них, они останавливаются на каждом этаже просто. Вот всю субботу они так ездят. То есть, ты зашел с девятого, и ты пошел. На восьмом открылись, на седьмом открылись, на шестом открылись, на пятом открылись, и вот пока до первого везде открылись, и ты потом вышел. И точно так же ты потом обратно поднимаешься, да? То есть, вот, ну, абсурд, ну, конечно, абсурд, но этот абсурд идет от желания исполнять заповедь, от действительно того, что, ну, они поняли. Их однажды Бог научил очень сильно. Вообще, вот, ну, евреи, как про них говорят, да, что у них проблемы с идолопоклонством после Вавилонского плена больше не существовало. Они так ее, они так выучили этот урок, что у них уже идолов они уже не делают, да? Ну, это опять же говорится о физических идолах, идолах, да, потому что вот мы, опять же, выше, когда начнем подниматься, мы там тоже сможем увидеть, как, что такое настоящее идолопоклоническое мышление. Вот, так вот, вот с этим днем субботним, ну, там, еще одна иллюстрация, что, ну, это самый такой, вот я слышал уже, туалетную бумагу нарывают в пятницу. Склад. Ну, я говорю, что, и очень-очень много таких, каких-то вот сказок про это, да, и историй, да, что вот в буквальности исполнение это запах. А о чем, по сути, это запах? Какой принцип мы должны из нее взять? Ну, по сути, принцип очень простой. Вот вы сегодня здесь, вот он, седьмой день, и мы находимся там, где Бог хочет, чтобы мы находились. Потому что седьмой день, день Господа, где Иисус был по субботам? В синагогах. Всегда. Каждую субботу написано, Иисус по своему обыкновению был в синагогах. Поэтому мы здесь, потому что Бог здесь, Иисус здесь. Каждую субботу, да. Сейчас мы уже можем называть это, да, ну, как бы у нас это воскресеньем является. Но суть именно в том, чтобы был седьмой день, чтобы у тебя был день отдыха, чтобы у тебя было обновление, чтобы у тебя была возможность переключиться, отдохнуть. И не только у тебя. И это настолько важно для Бога, что Бог это ставит аж вот туда наверх, над почитанием отца и мать, над вот этими всеми. Прелюбодействуй, кради, не лжесвидетельствуй. Понимаете? То есть, понятно, что это... Как это что такое? Беслево. Беслево. Похоже. Беслево. Вот. Поставил это... Мы не говорим о том, что есть что-то важное, есть что-то неважное. Но мы понимаем, что Бог, это все равно Бог порядка, и Он, ну вот, Он открывает свое сердце, и Он объясняет определенные вещи людям. Вот. Поэтому Исаия, 58-я глава. Смотрите, нам трудно назвать неприхода в воскресенье, ну, в церковь там, да, и идти грехом. Правильно или нет? Подобным не кради или не прелюбодействуй. Правильно или нет? Да. Нам трудно это даже сравнивать, ведь это же, ну, просто я не пришел. Просто я вот, ну, так вот. А Бог, Он нам это открывает, как, понимаете, как принципы. Потому что, ну, действительно, если мы вот начнем это исполнять, то остальное придет в порядок. Но если мы будем исполнять, ну, как бы оттуда, то вот эти вещи, они в порядок тоже сами собой не придут. Бог нас создал для общения с собой, для того, чтобы мы где-то могли обновляться, где-то могло течь в нас. Понимаете? И, ну, как бы вот эту сферу, ее, ну, враг, он хочет ее у человека забрать. Он хочет ее отвоевать. Он борется за это. Он будет за это бороться. Потому что он знает, что если человек победит в этой сфере, человек победит во многих других сферах. Нам это кажется чем-то таким, ну, просто вот, ну, как бы обычным таким. А Бог ставит это очень высоко. Вот, ну, вот, понимаете сегодняшнюю мысль такую, да, что мы о греховности говорим? Я, наверное, смотрю с точки зрения греха. Понимаете? Я вот вам сейчас еще одну вещь прочитаю, вот, что такое грех. Как, грех это промах, грех это мимо, да, грех это нарушение заповеди Божьей. Грех это нарушение закона Божьей, жить не по воле Божьей. Это, ну, действительно грех. Как я еще раз говорю, да, мы когда слышим про прелюбодеяние, у нас вот глаза такие, голоса такие, да как они, да я. А когда мы, ну, как бы, пребываем вот сами вот в таких вот обычных, ну, как бы, таких грехах, так сказать, для нас это как-то, ну, нормально это все, так вот, так вот получается. Я вам еще, вот, один пример грехов. Иаков, чтобы ясность была, о чем говорим сегодня. Послание Якова, четвертая глава. Теперь послушайте вы, 13 стиха. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в какой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар являющаяся на малое время, а потом исчезающая, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие и зло, и так, кто разумеет делать добро, а не делает, тому грех. Теперь подумайте просто то, о чем нам написано. Там одни люди говорят, так, мы отправимся в такой-то город, будем там, короче, полтора месяца, будем торговать и получать прибыль. А оказывается, нужно было сказать всего лишь по-другому. Ну, если Господу будет угодно, мы через полтора месяца там поживем, будем получать прибыль. Большая разница, нет? Нет, на самом деле, ну, как бы, не сказать, что большая разница. И разница ведь не в словах, правильно или нет. Вот, потому что есть люди, которые очень легко так вот, они везде могут добавить вот это слово. Ну, если Господу будет угодно, будет все правильно. Но это не значит, что люди действительно так думают и доверяют Богу. Они иногда просто вот научились вот через этот стих, что, ну, неправильно говорить, что вот так вот, правильно говорить вот так вот. А здесь про что? Про говорить или про думать? А здесь про думать. И вот это вот думать, оно является уже одно, как бы, состояние становится, ну, грехом аж названным. Понимаете? И что это, Иаков очень жестко к этому относится. Здесь вроде, ну, что здесь вроде такого-то? Люди собрались зарабатывать и, как бы, планируют и нормально. А Иаков нам говорит, что это вообще зло и тщеславие. То есть, понимаете, ну, как бы, да, мы хотим вот так размышлять о грехах, да, и о той святости, которую Бог хочет, чтобы у нас была. И, понимаете, что мы сталкиваемся с тем, что мы на самом деле, вот, когда мы об этом размышляем, и когда мы туда идем, когда мы вот туда поднимаемся, мы начинаем сразу понимать, что грешный я человек, выйди от меня, Господи. Помните, как Петр в лодке, да? Грешный я человек, выйди от меня, да? И мы тогда начинаем понимать, что все мы много согрешаем. И кто говорит, что он не согрешает, в нем нет истины. И, ну, понимаете, поэтому вот рассматривайте свою греховность, свое вот это вот, ну, согрешение, свое вот перед Богом, не через те, которые внизу только находятся. Ну, я не вру, не прелюбодействую, не краду, не убиваю, почитаю отца и мать даже, да? Помните, как молодой юноша, да, сказал? А когда ему Иисус сказал, ну, иди тогда, продай все и следуй за мной. Потому что, когда мы начинаем подниматься выше туда, первая заповедь просто говорит, я есть Бог Твой. Понимаете? Я есть. И все. И вот, ну, вот это является основой всего наших взаимоотношений, как бы, есть Бог-то у тебя или нет. Потому что, вот, ну, если мы выше пойдем, я говорю, что если, ну, там, смотрите, третье, не произноси имени Господа Твоего всую или напрасно. А как здесь соблюдать? Как здесь соблюдать? Где, как не различить, вот где у меня всую, где у меня напрасно, а где у меня не напрасно? Выйди от меня, Господи, я бы и огрешен. Понимаете? Я, я на самом деле не знаю, мне все время нужен Бог, мне все время нужен Дух Святой для того, чтобы, ну, действительно, ну, как бы, почитать Бога по-настоящему. Для того, чтобы, ну, потому что он просто говорит, не произноси имени Господа Твоего напрасно или всую. Просто уважай меня, другими словами. Не думай, что я какая-то Твоя тут палочка-выручалочка. Не думай, что вот меня везде, вот, ты, как заклинание, ты должен меня произносить. Собираешься к Богу, собираешься к Нему обратиться, помни про уважение, помни про то, что это Бог, то, что это не просто, вот, ну, а некоторые люди, вот, у них и жизнь потом такая, ты смотришь, он и в грехе, ему, как бы, вроде и нормальный, и ненормальный. И у него Бог, папа, папочка. Я не против этих выражений, но тогда жизнь-то тоже должна соответствовать. Если у тебя Бог, папочка, то у тебя, ну, как бы, должен быть образ Сына Божьего. Поэтому, ну, вот, я говорю, что даже, знаете, мат во всем мире, вот у нас, у русских, свой мат. У нас вот эти вот слова, которые некрасивые, да, ну, они к Богу не имеют никакого отношения. А во всем остальном мире, в основном, вот, англоязычные миры, вот, испанцы, у них там богохуство. Они, как бы, вот, хуляют, они хуляют, они там против Марии, против Иисуса, там, и вот, ну, какие-то вот такие вещи. Вот, поэтому... Я просто хочу, чтобы задумались. Как бы, да, можно, там, эту тему раздуть по поводу, там, не произноси имени Господа Бога Твоего, как-то еще там думать. Но здесь вот, ну, сама суть, что Бог говорит осторожно. Осторожно. Уважай меня. Не думай, что я, вот, ну, твоя тут шестерка, да, что я тот, кто, вот, любые твои прихоти должен исполнять. Понимаете или нет? Это вот об этом примерно, что, ну, уважение должно быть, понимание должно быть, что Бог это Бог. Вторая заповедь, да, не делай себе кумира, да, и не поклоняйся ему, не делай никакого изображения, да, и, вот, да, Бог тоже это дает, остерегая то, что, ну, кому, кому вы уподобите меня? Кому? Мы вот сейчас поговорили про Вселенную. Мы Вселенную не можем изобразить, как мы можем изобразить Бога. Поэтому, ну, мы тоже, ну, как бы это все понимаем, и про изображения, и про кумиров тоже, да, что, вот, ну, мы должны понимать это, что у нас есть отношения с Богом, которые, вот, ну, действительно, дает нам эти свои отношения. И это большая привилегия нам иметь живые настоящие отношения с Ним. И, действительно, вот, ну, есть люди великие, там, но любой великий человек всегда меньше Бога. И мы тоже должны понимать, это, ну, как бы хотелось бы сказать, там, по поводу, там, каких-то проповедников, которые мы смотрим, слушаем, там, иногда, да, и вот он является для нас, там, каким-то авторитетом, чем-то вот таким, вот, то, что бы ты хотел в церкви, может быть, этого человека быть, или вот такой должен быть пастор, или еще что-то. Понимаете, ну, самое главное, что у нас есть Бог. И мы, церковь Его, у нас здесь есть с Ним живые отношения. И это намного больше, чем любой проповедник, любой пастор, любой-любой-любой помазанник. Понимаете? Потому что у Него есть больше. И Он может нам сказать. И если мы, как бы, вот это вот свое мышление просто исправим, направим, Он с нами и говорить начнет, и открываться нам начнет, через нас начнет говорить. Понимаете? Изменится наше просто мышление. Я вот, ну, помню этот случай, я писал письмо Раймунду. Ну, я вам рассказал, такой основатель этого, чтобы он там благословил нас, когда первая конференция была у нас, и у меня было такое переживание, я написал ему письмо, и у меня было такое переживание, ответит, не ответит, такой человек великий, такой. И мне приходит одна мысль. Ну, это же человек. Да, он пророк, но это же человек. У тебя же со мной здесь отношения. Ну, у меня с Ним, с самим Богом, здесь есть отношения. Какой мне человек? И я знаю, что этот человек тоже его человек. Поэтому у нас связь с ним через него. И если этому человеку он скажет, приехать или сказать, или ответить, он ответит. А если Бог ему не скажет, то, ну, значит, он не для нас. Какое мне переживание? Понимаете? И вот, ну, вот Иисус про идолопоклонство в Новом Завете мне очень нравится, как говорит, что не заботьтесь ни о чем. Ни о завтрашнем дне, ни о что одеться, ни что есть, ни что пить. Он говорит, Отец ваш, Небесный, знай, что вы имеете нужду во всем этом. Поэтому вот эта забота, это и есть идолопоклоническое мышление. Суть идолопоклонического мышления. Когда человек вот, ну, не доверяет тому, что Бог все контролирует, и он вот делает сам. Поэтому вот это же и в субботе проявляется, да, когда человек, ну, идет вместо того, чтобы, там, да, исполнять задовольки, быть в месте, где Слово, где Бог хочет, чтобы он был, отложит свои дела, может быть, упустит какую-то прибыль. Ведь он про это примерно и говорил все время. Что вы, вот, боитесь-то вот какую-то прибыль упустить. И вы должны бояться не только вы прибыль упустить, но еще и раба с моим дать отдохнуть, валу, ослу и так далее. Вот я знаю, что, ну, у меня сейчас было куча работы, и мы, я сам соблюдал, то есть мы все равно останавливались, ну, приходилось даже в субботу ехать там, вечером работать. И у меня есть знакомый, друг Вити, которого я хочу, я за него молился. И я вот, ну, не смог это исполнить, то, что нужно было заканчивать объект, и все, и мне, по идее, нужно было ему тоже сказать, все, Витя, отдыхаешь, потому что, ну, потому что работает у меня, и так далее. Ну, не смог. Есть, и это неправильно. И мне, мне не очень нравится, что это вот, все это произошло. Я не смог здесь устоять. Вот. Я говорю, спасибо Богу, что мы в новом завете живем. Да, что я не в ветхом завете живу. Что, ну, как бы, ну, как бы, мне не нужно вот буквально-буквально там, да, все исполнять, и меня ждет смерть, если я не исполняю. Вот. Но, мы должны стараться. Мы должны об этом думать. Мы должны просвечивать свою жизнь, вот через, вот эти вот, то, что повыше уже, если мы хотим подняться на горы, если мы хотим иметь эти отношения с Богом. Аминь. Поэтому, у меня тут был вывод. Да. Я уже, по-моему, все сказал. Просто суть в том, что вот она святость. Святость, она не только физическая, твое состояние. Не то, что ты не делаешь, не грешишь, не, ну, там, не прелюбодействуешь, не крадешь, не просвечиваешь тебя через это. Ну, я же не делаю, я же нормально. А вот, каковы твои настоящие отношения с Богом? Каковы твои, вот эти вот, понимаете, те вещи, которые отрегулировать, практически невозможно. Я говорю, как вот это отрегулировать, вопрос, не произноси имени, Господа Бога твоего, напрасно. Без Него, без Духа. Только Бог, наполнив меня своим Духом, вот, приводит меня в то, вот, в то состояние, где я Его уважаю, почитаю, боюсь, и, вот, ну, лишний раз ерунду просить не буду. Или, или еще что-то. Да, и как вот это отличить? А где-то, наоборот, нужно вот, Бог говорит, что ж ты у меня-то не попросил, да, ну, мучился же, мучило тебя это. Ну, вот, настоящий подъем на гору, да, настоящее следование за Иисусом, оно в этом и заключается, что мы вот через эти ситуации мы себя, как бы, просвечиваем, и мы не успокаиваем себя вот этой вот нашей плотской, так сказать, святостью такой, да, что мы вот с точки зрения закона не порочны. Потому что, вот, ну, часто и идолов полно, и забот полно, да, и вот этого сознания того, что Бог наш Отец, и у нас все, все под контролем, что у нас есть Бог, и нам вообще нечего бояться, у нас тоже, оказывается, этого состояния нету. Понимаете? А если его нету, то вообще, где мы, и кто мы, какой смысл во всем остальном? Правильно или нет? Потому что, ну, Бог это отношение, Бог это Бог. Он личность, и Он хочет нас тоже вот приводить в себя. Поэтому апостол Павел возглашает, давайте филиппийцам откроем, третья глава. По-моему, даже читали недавно. По ревности гонитель церкви. Ну, или, хотя я могу, с четвертого стиха, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимущество? То ради Христа я почел счетой, да и все почитаю счетой, ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за слов, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь в смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Да, то есть у нас есть вот эта цель преображаться в Христа не от собственной праведности, которая от закона, а от его праведности, которая по вере. Но нам дан путь, нам дан путь вот этого израильского народа, нам дан эти 10 заповедей. Это не для того, чтобы мы на них даже не смотрели, но мы должны все равно свою жизнь через них просвечивать. И через них просвечивать не внизу, а уже стараться просвечивать как можно выше и размышлять уже о том, что трудно понимаемо, что трудно вот разуметь, что трудно определить. Ты, если захочешь по лукавости, ты вот там себя везде оправдаешь, вот в этих верхних заповедях, что у тебя ни идолов нет, ничего у тебя нет. И имя Бога ты в суе не произносишь. Вообще все в порядке у тебя. Но если искренне смотреть, то часто не найдешь в этом. Вот. Ну, будем заканчивать. Хотел просто еще, я хотел это вначале пробовать, сказать, ну, вот пришло в конце, что сейчас переживаем какое-то необычное время. Вот у меня, знаете, такое ощущение, просто хотел поделиться, может быть, у кого-то есть что-то похожее. У меня есть такое ощущение, что я как будто вот внутри, из-под меня что-то вот убрали, и я жду, что вот сейчас я попаду опять в колею, вот как меня выбило из колеи, и сейчас я вот, вот сейчас, сейчас скоро я опять, вот как, будет как было, вот сейчас вот, ну, и я вот, ну, не могу вот это вот найти какое-то вот к чему прислониться. Я вам просто хочу сказать, что если это пережать, это хорошее чувство. Бог выводит. Бог сейчас, ну, действует очень сильно, сейчас меняется мир, сейчас меняется вообще, Бог же сказал, Он говорит, я сверну этот мир, я небеса сверну, я расплавлю все, суды Божьи будут, понимаете, но его люди, верующие в меня, написано, они на суд не приходят. Знаете, вот, очень хорошее определение Иисус нам дал. Не то, что нас будут тоже через суд проводить вместе с этим, ну, прям миром, да, нет, мы не приходим на суд, знаете, это очень хорошая такая весть, когда тебе говорят, а вам не надо, понимаете, вам не надо, вы там продолжайте, все, мы как бы про вас в курсе, вам не надо приходить. Хорошо, нет, всех приглашают, а тебе не нужно. Вот, и поэтому Бог обещал это, Бог готовил это время, и вот, ну, я не знаю, у меня есть вот эти вот стихи, знаете, что, что завет для многих утвердит последняя седьмина. Ну, кто-то слышал, кто-то движется вот в этих вот пророческих таких вещах в ожидании вот, ну, уже совершения полного Божьего плана, и там были там семьдесят седьмин, и шестьдесят две, и семь, и в итоге там последняя осталась седьмина, и мы все думали, что это все будет, ну, раньше думали, что это должно все одно за другим, а вот нет, последняя седьмина, она осталась на какое-то последнее время. У меня есть ощущение, что она уже началась. Я не утверждаю это, это просто какие-то мои внутренние вот ощущения, что будет, ну, идти все как-то очень быстро в последнее время, поэтому, но, и те, почему вот я говорю, что вот это вот есть состояние на что-то опереться, опуститься в ту же колею, в которой ты уже, ну, был, которая тебе знакомая, твоей жизни, и вот как-то продолжать в ней жить. Не нужно переживать, что ты в нее опять не опускаешься и не опустишься. Это делает Бог. Бог проводит сейчас людей на то, чтобы люди действительно по-настоящему доверяли Ему. Потому что пока мы в колее, какой-то в своей, там, старой колее, мы доверяем колее, да, колея, она вот как-то вот нам, чтобы из нее выпрыгнуть, нужно какое-то усилие сделать, а так, тут тебя как-то несет по этой колее, кто вот водитель, он меня понимает. Я вообще не люблю колеи. Мне всегда страшно ездить по колее, я всегда выезжаю из колеи и еду вот, ну, по этим верхним местам, потому что на многих смотрю водителя, вот они все по колее как-то едут, а мне как-то вот дискомфортно в колее. Мне страшно, мне как-то вот по ней немножко тебя вот так вот болтают. Вот. Есть такое ощущение, поэтому если у вас есть это ощущение, то как бы не бойтесь этого ощущения, привыкнуть полностью не получится, потому что вот, ну, все равно будет, Бог делает, свой народ ведет так, чтобы у них была всегда вот эта вот трепет и способность искать Бога, взывать к Богу, вот эта вот живая-живая нужда, живые отношения, куда сейчас, как сейчас, а как здесь и так далее. То есть, ну, нам это необходимо, нам это нужно, потому что, ну, тоже какие-то вещи будут происходить похоже, как и вот в Египте происходили, вот эти казни, когда были 10 казней, когда там, ну, суды эти приходили, и вот египтяне страдали, а над народом Израиля все время было вот, ну, все нормально, вот, вот оно рядом, вроде есть, и как бы, вот, вроде и к тебе должно залететь, там, эта жаба, или там мухи эти и запрыгать, и ангел-губитель, и так далее, и, ну, все вот это вот, как бы с тобой происходит рядом и между, между даже людьми, потому что, ну, народ, он тоже перемешан, да, но Господь своих знает, и Господь своих спасает, Господь своих уберегает, потому что, ну, уже, я уже слышу такие вещи, начинают страшные вещи происходить, вот, тут на днях тоже пережили такую страшную вещь, что заболела женщина коронавирусом, и у нее есть сын, и есть дочь, сыну, вроде как, хулиган, а дочь, она такая правильная, и у нее семья, все там, она, все там, дети, все там, как бы, все как бы правильно, и вот мать, и мать в больнице, и ей нужна вода, у дочери есть и машины, и муж, и все дела, а у сына нет, и мать звонит и говорит, ну, это, воды можешь мне привезти, ну, а он говорит, ну, вроде же, там же проще, ну, их попросить, мне, они говорят, они на карантин закрылись, они закрылись на карантин, представьте, вот, ну, это же страшные вещи, когда родные, от родных, закрываются на карантин, я такие вещи так называю, боже упаси, понимаете, вот, ну, хоть это и религиозная жесть, но, ну, в Библии про это сказано, что, да, двое будет против троих, трое против двоих, и брат на брата восстанет, и будут сложные времена, и во многих охладеет любовь, и так далее, потому что, вот, ну, оставайтесь людьми, поступайте по духу, да, будьте, вот, ну, любящими, да, будьте, вот, христианами, да, будьте теми, кто говорит о нас слово, не то, кем мы были раньше, как христиане, или в той церкви, или так, вот, наступает совсем другое время, где нужно действительно, вот, быть собой, и в первую очередь, быть с Богом, и принимать решения через это, через, ну, вот, вот, вот такие вот моменты, поэтому, ну, маме воду привезли, поэтому, как бы, ну, все нормально, сын оказался, ну, сыном, настоящим, и, и слава Богу, поэтому, времена непростые, наверное, но, кто ищет Бога, будет с Богом, кто вот будет, по-настоящему его искать, вы пройдете, даже это, ну, как не заметите, как это все пройдет, и даже не поймете, раз, и уже прошло, аминь, давайте будем молиться.